Витамин Тимофей, ты давно что-то делал своими руками? Ты имеешь в виду какую-то поделку? Именно! Давно ничего не делал. Да и как-то времени на это не хватает. А вот наша коллега всегда находит время для различных творческих мастер-классов. И этот раз тоже не стал исключением. А как это было, мы увидим в сюжете далее. Привет, ребята! Вы же все знаете, что я люблю посещать разные творческие мастер-классы. И сегодня я пойду как раз на такой... О, узелковая фантазия! Что это? Пойдемте разбираться. А что такое узелковая фантазия? Узелковая фантазия – это название нашей студии. В ней мы работаем в двух техниках основных – плетение макраме и фреволете. И что мы будем сегодня делать? Сегодня мы делаем брелочек-человечек в технике макраме. Довольно простое задание, связано только с одним узлом – квадратным. Для работы нам понадобятся две нитки и бусинка. И получится у нас вот такой вот человечек. Выбирай, какого цвета у нас будет платье. кофточка. Платье розового. Значит, мы начинаем с ножек. Берем цвет ножек. В твоем случае это желтый. Два хвостика прокалываем булавкой. И крепим на подушку. Вторую нитку берем. Находим серединку петельку. Прокалываем булавкой серединку и крепим здесь. Поправляем таким образом, чтобы у нас будущие руки были в сторону, а туловище под. Берем нитку с левой стороны, сверху на центральной нитке. Вторую сверху, под низ и вот в это окошко снизу. А кто когда и зачем придумал мастерить из ниток? Еще издревле люди, когда делали одежду, они связывали два хвостика ниток. Завязки на одежде были. Именно что? Завязки. Подпоясывали пояса. Кто-то наблюдал за работой паучка, как он плетет паутину. И придумал завязывать нитки большего количества хвостиков, чем просто два. И таким образом у нас получилось такое древнее искусство макраме. Когда начало развиваться мореплавание, макраме перешло у нас к морякам. Потому что у них было очень много канатов, веревок разной толщины. Нужны были узлы, чтобы это все крепить. И в свободное время они мастерили очень много подделок всяких амулетов из ниток. Вот у нас таким образом в свое время придумалось наше искусство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо вам большое. Я не думала, что из обычной нитки может получиться такой замечательный брелок. Пожалуйста, Даша. Хорошей тебе дальнейшей фантазии. С помощью обычных узелков можно нафантазировать многое, в чем я сегодня и убедилась. Ну а с вами была Даша. Пока-пока. Тимофей, ты финики любишь? Если честно, не очень. Они для меня слишком сладкие. А если я тебе скажу, что из них можно приготовить конфеты и они будут совсем не приторные? А это уже поинтересней. Меня это тоже заинтересовало. Поэтому давай посмотрим рубрику «Кулинариус» для того, чтобы узнать их рецепт. Всем привет. Думаю, каждый ребенок любит сладости. А если они еще и полезные, это не может не радовать. Поэтому предлагаю сегодня приготовить конфеты из фиников. В состав таких домашних конфет не входит мед и сахар, так как финики сами по себе очень сладкие. Для приготовления нам понадобится для начала нужно очистить финики от косточек и максимально мелко порезать. Печенье измельчить в крошку. Ингредиенты заправляем арахисовой пастой. Влажными руками формируем шарики и обваливаем в косовый шарик. Готовятся такие конфетки очень быстро. А на вкус просто не сравненные. Советую вам попробовать. А с вами готовил Ярослава. Приятного аппетита! Соня, ты зарядку по утрам делаешь? Нет, я не успеваю. Ведь нужно успеть позавтракать, собраться. А ты вообще занимаешься спортом? Ну, например, фитнесом. Я все хочу пойти, но потом как-то забываю. Ну и зря, Соня. Ведь фитнес – это отличный вид физической активности. А я вот сейчас посмотрю сюжет о нашей героине рубрики «Спорт детки» и, может быть, пойду запишусь. А я потом проверю. Внимание на экран! Внимание на экран! Меня зовут Вероника Залужная. Мне 10 лет. Я занимаюсь детским фитнесом. Благодаря тренировкам по фитнесу я хорошо развела выносливость. Я стала более стойкой, упорной и ловкой. Стала уверена в своих силах. Укрепила иммунитет и перебрела красивую осанку. Потому что моя спина стала сильнее. Я утром пью воду для того, чтобы укрепить организм. Я стала более здоровой, но не так часто болею. Вероника ко мне ходит уже один год. За этот год она очень много достигла. Мы принимаем участие в чемпионатах. У нас есть другие тренировки. Также акробатика, гимнастика, хореография и не только фитнес. Вероника выступает сольно, выступает с групповыми. Она занимала первое, второе и третье места как с группой, так и с сольным. В тренировках Вероника себя проявляет очень упорно. У нас совсем недавно были зачеты открытые. Вероника меня очень удивила. Она сдала все зачеты почти идеально. Фитнес – это тренировки направлены для детей от 3 до 16 лет. В эти тренировки входят упражнения силовые, кардио и растяжка. Тренировки способствуют укреплению организма, укреплению иммунитета, укреплению мышечного корсета и также повышают гибкость и эластичность мышц. Делятся дети по возрастам и делятся по подготовке. То есть у нас каждая группа несет в себе разную нагрузку. Есть профессионалы, есть новички. Есть те, кто занимается полгода, год и по возрастам. Поэтому мы каждой группе подбираем разную методику. Вообще у фитнеса нет никаких противопоказаний. Но также, если, допустим, у человека очень сильные проблемы со здоровьем, то, конечно, ему лучше что-то щадящее. Такое, как растяжка или пилатес. Ну, что-нибудь просто не столь нагружающее организм и не столь вредящее позвоночнику. Что самое главное и самое сейчас ценное – это наш позвоночник и наши колени. Мы берем деток от двух лет. Но это для двух лет у нас в основном ритмика, растяжка такая простенькая. А фитнес у нас идет уже от 3 до 16. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, если вы хотите стать участниками нашей передачи, то напишите нам в группу ВКонтакте. Адрес вы увидите на экране. И, возможно, уже в следующем выпуске вы заявите о себе на весь Крым. Ну, а на сегодня мы прощаемся. С вами были Тимофей, Соня и передача Витамин. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА